Здравствуйте, меня зовут Евгений Горшков, я представляю компанию Dell, отвечаю собственно за продвижение линейки клиентских устройств. И вначале хотел сказать спасибо организаторам мероприятия, ассоциации виртуальной дополненной реальности. Для нас на самом деле это такой достаточно интересный и необычный опыт, по той простой причине, что Dell на рынке российском и на мировом тоже ассоциируется, наверное, в большей степени с традиционными IT-решениями. Персональными компьютерами, серверами, системами хранения данных, сетями, ну всем тем, что называется инфраструктурой. Однако все-таки все течет, все изменяется, отрасль тоже находится в движении и сейчас мы считаем нужным и правильным говорить о том, что профессиональные технологии очень-очень сильно изменились. Собственно, это одна из причин, по которой сегодня мы здесь и представляем там наше решение для работы с виртуальной реальностью. У нас есть стенд, на который вы можете подойти и ознакомиться с нашими аппаратными новинками. Но ключевая идея вот этой трансформации, трансформации в частности персональной технологии, оборудования, она состоит примерно в следующем. Если когда-то давно компьютер был неким стационарным устройством, пользователь, получается, шел к компьютеру, то есть надо было там войти в определенное помещение, где вычислительная машина была установлена, надо было запустить программу, надо было просто прийти к себе домой, чтобы получить доступ к интернету, чтобы получить доступ к всемирной паутине, к программам и так далее, к контенту. То со временем устройства компьютерные стали мобильными, то есть сейчас компьютер везде находится вместе с нами, уже не нужно идти куда-то. Но в данный момент мы переходим к новому этапу, который можно назвать словом погружение. То есть компьютер уже не только находится вместе с нами, доступ к информационным технологиям, он уже не просто всегда с нами, он вокруг нас. То есть фактически каждый человек, который там пользуется вычислительной техникой и имеет доступ к технологиям, он окружен таким вот своеобразным виртуальным пространством, некой экосистемой. И уже совершенно неважно, подключается он к этой экосистеме там со своего персонального компьютера, ноутбука, стационарного устройства, планшета, мобильного телефона даже. То есть это некое такое окружение, в котором человек существует. И история виртуальной реальности, она как раз попадает именно вот в эту третью концепцию, концепцию, которую мы называем погружением. Dell исторически в большей степени фокусируется на устройствах для бизнеса, для наших корпоративных клиентов. И виртуальная реальность, ее можно отнести, наверное, к тем технологиям, к тем решениям, которые этот бизнес могут перевернуть. Перевернуть каким образом? Потому что я думаю, что не секрет, что все те сегодня, кто в зале присутствует, кто занимается бизнесом, собственным бизнесом особенно, знают, что все мы сейчас работаем в условиях кризиса. То есть в условиях кризиса обостряется конкуренция. Фактически компании, представители отрасли, они борются за выживание. Вариантов здесь, я думаю, не так много. То есть надо быть, чтобы выжить сейчас, чтобы победить вот эту гонку за клиента, за доллары, за секунды, за контракты выгодные. Здесь есть всего три варианта. То есть можно быть либо дешевле, можно быть быстрее, чем конкуренты. И можно предоставлять некий качественно новый уровень сервиса своим клиентам. И технологии виртуальной реальности, про которые сегодня мы рассказываем, они как раз укладываются в эту концепцию disruptive technologies, которые дают тем, кто смог эту технологию адаптировать и встроить в свой бизнес, конкурентное преимущество. И если мы посмотрим на мировой рынок, как оценивают ее независимые агентства, независимые специалисты, то к 2020 году технологии виртуальной реальности оцениваются, их рынок оценивается примерно 80 миллиардов долларов. Я хочу на самом деле эту цифру прокомментировать. Кто думает, что это много? Это мало или много? Наверное, скорее мало. Даже мало, коллеги говорят. Но я отчасти не соглашусь, потому что на самом деле эта оценка, как мне кажется, должна быть чуть скромнее. Потому что, например, просто для понимания масштабов, например, мировой рынок персональных компьютеров, персональной уже развитой технологии, на которую есть устойчивый спрос, компьютеры, он составляет, например, 160 миллиардов долларов. К этому же 2020 году. То есть это получается, по сути, половина. Я видел реалистичные оценки, они составляют где-то от 2 до 80 миллиардов долларов. Причем из них, по-моему, порядка 45 миллиардов долларов приходится именно на аппаратное обеспечение. Это история как раз Dell и других производителей оборудования. Если посмотреть распределение по отраслям, то я думаю, что не будет какой-то новости, что в первую очередь это, конечно же, промышленность, это производство, это задачи, связанные с проектированием. На них, наверное, приходится большая часть рынка вот этого пирога 2020 года. В чуть меньшей степени это здравоохранение, это применение для ритейла, в образовании, в визуализации, в медиа. Но, конечно, в большей степени это задачи, связанные с созданием, с производством нового контента. Если посмотреть по отраслям, то, как видит эта компания Dell, первая очевидная достаточная мысль, которая сразу приходит в голову, когда мы говорим про виртуальную реальность, что технология, она имеет определенные свои особенности. И каждая сфера бизнеса, каждая вертикаль производственная, которая пытается эту технологию адаптировать, она использует ту или иную особенность виртуальной реальности. То есть разные отрасли будут нуждаться в разных особенностях технологии. Нефтегазовая отрасль. Здесь, я думаю, что все достаточно тоже на поверхности, потому что все-таки основная идея нефтегазового сектора, которая помогает, которая делает возможным адаптацию виртуальной реальности, это тренинги и обучение. Потому что все-таки обслуживание оборудования нефтегазового, оно предполагает определенные риски. Оборудование там не всегда безопасно, оно дорогостоящее. И в каких-то случаях для, опять-таки, целей обучения, целей адаптации персонала, возможно, есть смысл использовать как раз технологии такого рода, которые погружают сотрудника будущего, которые погружают обучаемого в некую виртуальную среду. Среду абсолютно безопасную, потому что если в этом случае сотрудник нажмет какой-то не тот красный тумблер, то ничего плохого не случится, как это в случае произошло бы с реальным оборудованием. И эта идея, она как раз делает возможным создание, развертывание целых учебных классов на основе виртуальной реальности. Сегодня будут выступать коллеги, которые, я думаю, тоже расскажут про как раз экономическую оценку такого подхода по сравнению с традиционным подходом к обучению. И оказывается, на самом деле, что использование классов виртуальной реальности для обучения работать с тяжелым оборудованием нефтегазовым, оно создает определенную экономию для фирмы, для бизнеса, дает ей то самое конкурентное преимущество, про которое я говорил. История СМИ и развлечений. Какой аспект использует сфера медиа? Я думаю, что здесь правильно говорить о погружении. О погружении зрителя, о погружении того, кто, собственно, взаимодействует с контентом в виртуальную среду. Я хочу привести такой вот пример, связанный с киноиндустрией. Это вот фильмы недавнего времени, там в большей степени, наверное, это фильм Дюнкер Кристофера Нолана. Как часть программы по продвижению фильма были созданы такие зоны виртуальной реальности, которые, по сути, позволили прикоснуться к новому контенту, к новому фильму, еще до того, как кино, собственно, вышло, его можно было увидеть в традиционном кинотеатре. То есть, фактически, виртуальная реальность в сфере медиа и индустрии, она создает совершенно новый способ взаимодействия со зрителем. Это способ погрузиться в контент полностью. Не просто, потому что, в любом случае, когда вы смотрите фильм в кинотеатре, это некий своего рода обман. Мы понимаем, что существуют некие условности. То есть, мы находимся в кинотеатре, условно, в безопасности, смотрим контент с экрана. Когда вы просматриваете контент, тот же самый киноконтент, посредством устройства виртуальной реальности, вы полностью в него погружаетесь. Вы как будто бы находитесь ровно там, где происходит действие фильма. Я не буду говорить, какие это огромные возможности создают для сферы медиа, для продвижения контента. Самая, наверное, такая востребованная, распространенная сфера, которую Dell считает приоритетной с точки зрения применения виртуальной реальности, это промышленности производства. Какой основной аспект виртуальной реальности здесь используется? Здесь основная идея – это визуализация. Почему? Потому что кто в зале занимался когда-нибудь системами, CAD-системами, системами, связанными с созданием и проектированием? Да, есть такие люди, их меньшинство, но они присутствуют. И вы можете вспомнить, что процесс создания любого изделия, все-таки мы живем в материальном мире, нас окружают какие-то вещи, которые были сделаны людьми, спроектированы людьми. Вот этот процесс создания всех этих вещей, он прошел несколько стадий тоже. Начиная с плоской абстракции в виде плоского 2D-чертежа, традиционный подход в виде кульманов, в виде разбиения создания изделия, сложного изделия на различные составляющие, на проектную составляющую, конструкторскую составляющую, рабочую документацию и так далее. Вплоть до концепции электронной модели, когда фактически основным конструкторским документом является электронная модель, и все необходимые документы, необходимые для производства, для проектирования, для согласования, они создаются на основе электронной модели. Как виртуальная реальность укладывается в эту концепцию создания изделий современных? Она очень хорошо соответствует, Она очень хорошо укладывается в индустриальный тренд, потому что сейчас мы все работаем в условиях кризиса, как я говорил в начале. То есть чем быстрее бизнес выводит новый продукт, новые изделия на рынок, чем быстрее он получает первых клиентов, тем большее конкурентное преимущество это ему дает. Что это означает? Что процесс создания изделий современных, он очень сильно сократился. Сегодня современный продукт, программный, аппаратный, какой-то материальный предмет, его можно вывести на рынок за несколько месяцев, если даже не меньше. И в процессе для того, чтобы сделать это реально быстро, для того, чтобы не потерять конкурентное преимущество, для бизнеса важно, чтобы в процессе создания изделия, в процессе создания продукта участвовало как можно больше различных сторон. Не только инженеры, не только проектанты, не только конструкторы, не только технологи, но в том числе представители отдела маркетинга, например. Почему? Потому что маркетинг всегда находится на передней линии. Он понимает потребности и задачи потребителей и может транслировать их разработчикам продукты. И виртуальная реальность, она дает, по сути, создателям изделия, людям, которые отвечают за разработку продуктов, она дает им возможность быстро визуализировать свой продукт. Маркетологу больше не нужно вникать, что там изображено в 3D-чертежи. Ему даже не нужно выводить, присылать 3D-модель какую-то просто на экране, потому что 3D-модель, она все равно, аксонометрическая проекция, она все равно имеет какие-то свои определенные ограничения. Вы не сможете заглянуть за угол здания, например. Вы, по сути, вы даете всем сторонам, которые участвуют в процессе создания контента, доступ к изделию до того, как оно еще появилось. Можно все быстро согласовывать, быстро на лету вносить изменения, корректировать документацию и влиять на облик изделия. Я хочу привести такой интересный пример, тоже из сферы визуализации. Как раз этот пример интересен тем, что использовалось оборудование компании Dell. Это наше сотрудничество с компанией Jaguar, когда новый концепт-карт под названием I-Pace, по сути, он был представлен зрителем, был представлен широкой публике, как раз посредством устройств виртуальной реальности. Использовалась наша рабочая станция Dell Precision, это устройство профессиональной линейки для работы с графикой. И посредством этого устройства новый концепт, новое устройство, оно транслировалось как раз в шлемы виртуальной реальности. Эта демонстрация была разнесена на две площадки, это был, по-моему, Лондон и Лос-Анджелес. Порядка 66 человек присутствовало на этой эксклюзивной закрытой презентации. И это, я думаю, может быть очень хорошим примером взаимодействия как раз поставщиков аппаратного обеспечения, которые дают инфраструктуру для работы с виртуальной реальности, и разработчиками контента. А выигрывает опять-таки здесь ровно публика. Она получает совершенно новый уровень погружения в технологию, совершенно новый, совершенно иной эффект на потенциальных потребителей. Следующая область, которая тоже является одной из лидирующих и важна, это здравоохранение. Здесь вот пример такого пилотного проекта, где тоже выступала компания Dell в качестве партнера. Это пример терапии в случае с посттравматическим синдромом. То есть у пациента воссоздается определенное окружение, которое врач полностью контролирует, и которое позволяет ему проводить лечение согласно программе, согласно стандартной медицинской программе. Тоже есть очень большой потенциал в этой отрасли. Я думаю, что сегодня будут тоже доклады на вот эту тему. И я вот тоже по долгу работ своей, ну, периодически сталкиваюсь со стартапами, которые как раз делают упор именно на медицинские применения виртуальной реальности. Я рекомендую обратить на это внимание и вопрос тоже дополнительно изучить. Собственно, вопрос, почему такие вот IT-гиганты вроде компании Dell занимаются виртуальной реальностью? Я думаю, что ответ на этот вопрос, он уже, он тоже должен быть достаточно уже ясен. Компания Dell рассматривает виртуальную реальность как в нашей технологии disruptive technology. Что такое disruptive technology? Это технология, которая кардинальным образом меняет бизнес. Потому что неважно, говорим ли мы сегодня про российский рынок, который там, ну, отчасти находится в кризисе сейчас. Говорим ли мы про рынок западный, который более-менее устоявшийся. То есть все ровно, доли рынка у всех компаний более-менее распределены. Все прогнозируемо, все естественным образом идет. Технологии виртуальной реальности это ровно тот подход, ровно та технология, которая может этот порядок изменить. Она может дать конкурентное преимущество с одной стороны бизнесу, с другой стороны, она может совершенно коренным образом изменить расстановку сил в бизнесе. Вопрос просто в том, готов ли бизнес использовать эту технологию сейчас. Что есть у компании Dell для работы с виртуальной реальностью уже сейчас? Ну, во-первых, мы считаем нужным разделить процесс, разделить работу с виртуальной реальностью на несколько составляющих. Во-первых, это потребление контента виртуальной реальности. Во-вторых, это создание контента. И в-третьих, это обслуживание, хранение, обработка контента виртуальной реальности. И, соответственно, каждый из этих этапов, каждая из этих составляющих имеет свои особенности. Понятно, что оборудование для создания контента виртуальной реальности, оно отличается по своим характеристикам, по своим задачам от оборудования для просто просмотра потребления контента. У компании Dell есть несколько линеек в нашем портфолио, которые относятся к технологиям серверным. И несколько брендов, они могут использоваться для решения каждой из этих задач. То есть, все, что касается потребления контента виртуальной реальности, это у нас бренд LNV, это бренд в большей степени игровой. У нас есть сегодня стенд, вы можете знакомиться с нашим игровым устройством, называется LNV Aurora, которому как раз подключен шлем виртуальной реальности от компании HTC. Очень рекомендую посмотреть, потому что этот контент у нами уже опробирован на множество мероприятий, пользуется очень большим интересом. И это пример именно, как могут сотрудничать с одной стороны разработчики контента, с другой стороны разработчики оборудования. Вторая важная стадия, наверное, наиболее важная, и Dell делает на это особый фокус, это создание контента. Здесь, в нашем случае, мы говорим про линейку наших рабочих станций под брендом Dell Precision. Dell Precision – это устройства, на которых контент создается. Это основная их идея, в отличие от устройств массовых, от устройств розничных. То есть, как правило, по своим характеристикам эти устройства, они смыкаются с решениями уже даже серверными. Самые мощные решения поддерживают до двух процессоров, Xeon E5 2600, и вы можете до 3 терабайт оперативной памяти в одно такое устройство установить. То есть, это, по сути, уже мощный сервер. Но основная его задача – это создание, как правило, тяжелой графики. То есть, туда останавливается несколько профессиональных карточек от, как правило, это Quadro, либо это FirePro, вплоть до четырех карт. И останавливается большой объем оперативной памяти и высокочастотный процессор. И третья составляющая – это хранение контента виртуальной реальности. Здесь Dell известен своими серверами и решениями в сфере средств хранения данных. В меньшей степени я про это говорю, потому что это относится, скорее, уже не к персональным технологиям, это относится больше к технологиям серверным и технологиям IT-инфраструктуры. Что такое вообще в понимании Dell устройство для виртуальной реальности? У нас используется специальный термин, называется VR-ready. Устройство, готовое для использования виртуальной реальности. По сути, это выбирается из линейки профессиональных графических станций, выбирается несколько устройств наиболее производительных и создаются специальные конфигурации именно для работы с виртуальной реальностью. То есть, это, как правило, высокочастотный процессор, в данном случае это будет Xeon. Это определенный объем оперативной памяти и это, в первую очередь, профессиональная графическая карточка. Это либо у нас Quadro P6000, M6000, SSD и, опять-таки, возможность подключить решения вроде HTC Vive либо Oculus Rift. Dell разрабатывает свои решения для виртуальной реальности в нескольких центрах. Есть в США, есть в Европе, есть в Юго-Восточной Азии, в Сингапуре. У нас есть достаточно крупный центр в Европе, в Лимрике. Фактически все решения, связанные с виртуальной реальностью, бизнес может оценить и примерить на себя уже непосредственно там. То есть, все те вещи, о которых я говорю, их можно рассмотреть на реальном оборудовании, посмотреть вживую, пощупать, как это выглядит. И, естественно, мы считаем важным сотрудничать с локальными производителями, с компаниями, которые развивают свой бизнес, стартапы, занимаются контентом виртуальной реальности. Есть у нас специальная программа технологического партнерства. Всем, кому интересно сотрудничество с Dell в плане оборудования, в плане участия в совместных мероприятиях. Просто вы можете подойти ко мне сегодня после выступления, обменяться контактами. Буду рад услышать про ваш проект. И еще раз в заключение призываю вас посетить наш стенд. Есть оборудование. Я тоже на этом стенде буду присутствовать сегодня какое-то время, по крайней мере. И буду рад ответить на ваши вопросы. В моей честь все. Спасибо.